МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Мобильники в школах вне закона, но только на уроках. Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о нововведениях. Быстрее пули. Как проверку на прочность, в СОБРе прошел известный дзюдоист Михаил Пуляев. Праздник балалайки и зефира. В День лошади конно-спортивный центр Аликанова честовал своих заслуженных питомцев. Во всех российских школах с этого года запрещается использование мобильных телефонов во время уроков. Об этом сегодня заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Накануне нового учебного года в режиме онлайн он провел общероссийское родительское собрание. Первое и самое главное нововведение сентября в начале каждой недели на общей линейке будут торжественно поднимать флаг России под звуки гимна страны. На свежие флаги, гербы и флагштоки правительство направило в регионы около миллиарда рублей. За парты в этом году сядут 17,5 миллионов учеников, 2 миллиона из них первоклашки. Никаких электронных гаджетов, планшетов и тому подобное. Только традиционные учебники, тетради, ручки и карандаши. Запрет на мобильные телефоны новая норма, но касается она лишь уроков. У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, на уроках я подчеркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий. У самих школьников, тех, кто дополнительно и углубленно занимается музыкой, спортом или ИЗО, теперь появилась возможность получить зачет по профильной дисциплине на основе его профессиональных заслуг. Такой порядок уже предусмотрен. А вот порядок сборов с родителей на ремонт, по словам Сергея Кравцова, незаконен. Сборов здесь никаких не должно быть. Это уголовное дело. Поэтому обязательно надо информировать правоохранительные органы, нас. Что касается президентской программы капитального ремонта, все полностью обеспечено бюджетом. У нас 500 миллиардов рублей на ремонт 7500-7300 школьных зданий. Что касается текущих ремонтов, которые проводят регионы, они проводятся за счет региональных бюджетов. Поэтому здесь никаких сборов не должно быть. Что же касается учебного процесса, то здесь на каждый предмет будет лишь один учебник. Вопрос единой формы во всех школах дискуссионный. Никакого дистанта в ближайшее время не ожидается. Сентябрьские изменения, впрочем, коснутся не только образовательного процесса. Новые нормы вступят в силу в сферах недвижимости, рекламы, работы управляющих компаний. Есть приятные новости и для студентов. Но обо всем по порядку. С 1 сентября вступают в силу поправки в жилищный кодекс. Теперь, чтобы сменить управляющую компанию в многоквартирном доме, понадобится более 50% голосов всех собственников жилья. Раньше для смены управляющей компании было достаточно четверти. По мнению экспертов, нововведение позволит снизить количество конфликтов среди жильцов и подкупов со стороны управляющих компаний. Но могут возникнуть и трудности. Сменить недобросовестную организацию теперь будет сложнее. 1 сентября вступают в силу новые правила техосмотра. Теперь обязательных пунктов для проверки легковых автомобилей станет меньше. Вместо 82 всего 55. Кроме того, больше не будут проверять наличие аптечки, огнетушителя и знака «аварийная остановка». Это все отдают на усмотрение автовладельцу. Впрочем, за их отсутствие штраф в 500 рублей остается. На техосмотре теперь они будут указывать вам на коррозии и механические повреждения шлангов, а также на подачу стеклоомывателем жидкости на лобовое стекло. Ушел в прошлое и такой показатель, как уровень шумовыхлопной системы. С 1 сентября вступают в силу изменения в Гражданском кодексе. Раньше собственников могли принудительно выселять из квартиры домов, если они использовали жилье не по назначению или нарушали права соседей. Теперь то же самое смогут делать с нежилыми помещениями. Машины местами, гаражами, сараями. Например, если вместо гаража собственник организует автомойку, государство сможет вынести ему предупреждение, а затем принудительно выкупить у владельца этот гараж. С 1 сентября вступают в силу поправки в закон о рекламе. Они ужесточают наблюдение государства за сферой в интернете. Теперь вся цифровая реклама должна будет маркироваться и учитываться в специально созданном для этого реестре. Главное для обычных пользователей интернета, теперь вся реклама будет обязательно иметь пометку «реклама». Такое обозначение разместят на баннерах, в видеоплеерах, текстовых блоках, в соцсетях. Скрытая реклама будет запрещена. Накануне нового учебного года всем студентам повышают стипендии. В среднем на 4%. Как говорится, пустячок, а приятно. Размер стипендий в России пересматривают каждый год. С 1 сентября этого года базовые стипендии теперь будут 638 рублей в колледжах и техникумах, 1755 в вузах. Вырастут и социальные стипендии. С 1 сентября за вредность снова будут давать бесплатное молоко. Вступает в силу приказ Минтруда, который ужесточает требования к охране труда. Эту норму советского периода отменяли в феврале 2020-го. Теперь получать пол-литра молока смогут те, кто, например, взаимодействует на работе с химией, включая красители, микроорганизмами, спорами, живыми микроклетками и радиоактивными соединениями. Кстати, вместо молока могут давать кефир, ряженку, простоквашу или йогурт. Те, кто не пьет молоко, смогут получить денежную компенсацию. Имя рязанского дзюдоиста Михаила Пуляева вызывает гордость у всех любителей спорта. Он неоднократный призер чемпионатов Европы и мира, но в этот раз бороться ему пришлось с самим собой. Бойцы СОБРа устроили дзюдоисту настоящий челлендж. Михаил Пуляев должен был пройти все этапы отборов спецназа. Подразделение СОБР, управление Росгвардии по Рязанской области, отряд особого реагирования создан для задержания и ликвидации опасных преступных группировок, действующих на территории страны. Стать СОБРовцем может далеко не каждый. Требования к кандидатам крайне высоки. Физическая подготовка на высочайшем уровне, волевые качества, мужество, способность быстро принимать решения, блестящее владение оружием. Легендарный дзюдоист Михаил Пуляев из Рязани попробовал себя в роли СОБРовца. Весь день он провел на учебно-тренировочной базе с инструкторами СОБР. Спортсмену предложили преодолеть полосу препятствий, штурмовать здание в группе, задержать преступника на остановке. В общем, пройти полный курс. Переходим на упражнение автомат. Для этого мы экипируемся в бронежилет, шлем, очки, наушники. Вперед! Михаил Пуляев – заслуженный мастер спорта России, победитель командного чемпионата мира, призер командного чемпионата мира, призер чемпионата Европы, чемпионатов мира, европейских игр, участник Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Сейчас Михаил ведет тренерскую деятельность в комете. Как спортсмен, он больше на татами выходить не планирует, но вот попробовать себя в качестве бойца СОБР решился. Говорит, было непросто. Немного промышался, тяжелая полоса. Я думаю, справились. СОБР – одно из самых высокопрофессиональных спецподразделений в стране, поэтому попасть в его ряды нелегко. Кандидаты проходят строгий отбор, состоящий из нескольких этапов. А вот выдержал ли испытания Михаил Пуляев, смотрите в очередной серии проекта «Проверка на прочность». Премьера в сентябре. Следите за анонсами. Молодец! Пока в СМИ проникают новые данные, официально не подтвержденные о громком деле. С исчезновением Рязанки Елены Лагуновой суды продолжают разбирать рядовые, можно сказать, бытовые ссоры, которые часто заканчиваются летально. История из Чучковского района, к счастью, до убийства не дошла. В апреле этого года домашняя вечеринка в Чучково едва не закончилась трагедией. Алкоголь спровоцировал ссору между сожителями, в результате которой разъяренная женщина схватила нож и начала размахивать перед своим оппонентом. Их общие знакомые, которые были у них в гостях, пытались удержать разбушевавшуюся даму, но в очередной момент она вырвалась и напала на своего мужчину. В судебном заседании установлено, что 35-летняя женщина совершила умышленные действия, непосредственно направленные на умышленное причинение смерти своему сожителю. При этом преступление не было доведено до конца по независимым от нее обстоятельствам. То есть преступление, предусмотренное частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. По результатам рассмотрения уголовного дела, суд признал подсудимую виновным в совершении данного преступления и назначил ей 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Четыре удара ножом в туловище, три в область грудной клетки, один в живот. Присутствующим при ссоре удалось оттащить женщину, и ее сожитель остался жив. Нож один из гостей у нее отобрал, другие вызвали скорую, пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь, и его удалось спасти. Ну а женщина, к слову ранее судимая за кражу, теперь понесет свое наказание. Приговор суда еще не вступил в законную силу. 31 августа традиционно считается Днем Лошади, а если точнее, святых Фрола и Лавра, покровителей порнокопытных. На Руси у коней этот день был выходным. Подрезание же в конном центре сегодня чествовали ветеранов своего дела, лошадей-старожилов. Обеим спортсменкам почти по 30, что по конским меркам весьма почтенный возраст. Балалайка и Зефир – любимцы в детском центре. Все спокойные и добрые, они уже почти достигли 30-летия, что большая редкость в лошадиной жизни. Здесь, в солнышке, оба этих коня появились не так давно, после того, как их списали на пенсию. Балалайка по паспорту, Лялечка, как зовут ее в центре, родилась здесь же, в Аликаново, но всю жизнь проработала в спортивном клубе в Обнинске. Участвовала в соревнованиях по конкуру, но с течением времени возрастные изменения дали о себе знать. И лошадку, уже в ранге ветерана, отправили обратно в Аликаново. Нам ее подарили. Дарили ее в возрасте 24 года под ипотерапию. То есть мы катали на ней деток. Все тоже было неплохо, но, к сожалению, тоже возрастные признаки дают о себе знать. И у Ляли тоже возникли проблемы с зубами. У нее воспалился синусит. Операция по удалению зуба у лошади крайне сложная в клинических условиях под наркозом. И прямо сейчас ветеринары решают, принесет ли Ляля подобное вмешательство. Надеемся на то, что Лялячка наша все-таки поправится. Потому что, несмотря на все эти проблемы с пищеварением, с чем-то еще, эти лошади, они очень хотят жить. Они очень жизнерадостны. То есть вот они гуляют, они бегают, резвятся. Сейчас немножко пасмурно, поэтому они тоже немножко сонные. А на самом деле они обладают еще очень большим жизненным опытом, мудростью. То есть они где-то хитрят, они очень чувствуют человека. То есть они уже как вот такие прям полноценные личности сформированные. Вот этот опыт, он очень чувствуется. Красавец Зефир с удивительным окрасом попал в центр в истощенном состоянии. Для него проблемы с зубами обернулись серьезными последствиями для пищеварения. На предыдущем месте работы этого спортсмена лечить не собирались. Его участь была решена прямиком на скотобойню. По счастливой случайности о Зефире узнала Екатерина и забрала в центр. Коня спасли, выхаживали несколько месяцев. И теперь он уже год на специальной диете. Овес и сено есть не может совсем. Он всю жизнь выступал в выездке, бегал в средний приз. Это считается очень престижное соревнование. И под конец своей жизни, когда он уже вышел на пенсию, он очень сильно заболел. У нас он живет уже целый год. Всегда находится только на кашах. Траву и сено, как я сказала, он не кушает совсем. В его содержании нам помогают кураторы, которые пожалели этого коня и вместе с нами пытаются продлить ему его чудесную жизнь. Работать он полноценно, конечно же, уже не может. Он на пенсии, но зато он является звездой фотосессии. Сфотографироваться с красавцем может любой желающий, как и позаниматься в центре. Здесь проводятся и занятия по верховой езде, и праздники, и ипотерапия. Но сегодня у них выходной. И в честь праздника, по древней русской традиции, этих старейшин, любимых и почитаемых, зефира и балалайку, сегодня угощают тортиком из каши, моркови и яблок. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». До открытия театрального сезона осталось уже совсем немного, и у нас есть возможность заглянуть за кулисы. В кукольном театре сейчас обкатывают новый репертуар, например, красивый спектакль «Сон в летнюю ночь». Марина Романюк из «За кулис». «Такой сон мне приснился, что его ни один человек рассказать не может. Мне снилось, что я был сказать невозможно чем». Эти слова принадлежат одному из героев самой сложной и густонаселенной комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Как бы ни были откровенны другие персонажи, они не скажут больше. О чем говорить, если между строк такая физиология и метафизика, что кружится голова? Этот текст просто предназначен для театра кукол, а хаос, который царит в пьесе, не больше, чем иллюзия. Одна из многих. В комедии Шекспира несколько уровней. Четверо юных влюбленных бегут из города, где их чувства обречены. Путь лежит через лес, который принадлежит волшебному народу. Нечисть как раз празднует летнее солнцестояние. Это самая короткая ночь в году. На закате границы между эпохами и мирами исчезают. И пока солнце не встало, возможно все. Переменить судьбу, маску, роль, пережить катастрофическое падение или возвыситься над собой и миром, как герои древних мифов. Одну из таких историй из поэмы о виде метаморфозы разыгрывают на окраине зачарованного леса местные ремесленники. Их спектакль будет свадебным подарком. Он предназначен правителем города, где страсть под запретом. Раз так, трагедия превращается в фарс. Под покровом тьмы меняют форму жанры, чувства и сама природа. Во сне герои видят все лики любви. Но зрители свободны выбирать, как далеко идти вслед за ними. Игра, иллюзия или... На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.goro.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин